Привет, народ! Я решил не повторять свои ошибки и периодически снимать простенькие видео, пока работаю над большим видосом. И сегодня речь пойдет про умные часы. Многие знают, что я угораю по этой теме. До недавнего времени я использовал Galaxy Watch 2 от Samsung на базе операционной системы Tizen. И в принципе со своей основной задачей они справлялись. И нет, это не отображение времени, а показ уведомлений с телефона. Но с софтом под Tizen было туго. Сторонние приложения я почти не использовал, ввиду их отсутствия. А вникать в программирование под эту операционную систему мне как-то совсем не хотелось. И вот наконец-то случилось долгожданное. Samsung перешли с Tizen на Wear OS, ну, то бишь на Android. Мне вот не так давно подарили часы Galaxy Watch 4 уже на этой операционной системе. Мне очень нравится. Надо сказать, что от интерфейса Wear OS тут осталось очень мало. Если помните, у меня были часы TicWatch Pro на голый Wear OS. И там она выглядела совсем иначе. Ну, и еще была сырой очень. Samsung же явно хотели сделать интерфейс максимально похожим на то, что у них было в предыдущих моделях. И система уведомлений полностью скопирована оттуда, вместо родной от Wear OS. Какой Wear OS? Wear. Wear OS правильно говорить, да? Wear OS. Вечно мне с произношением проблемы какие-то. В основном это хорошо. Ведь, например, показываются полностью переписки с соцсетей. И есть опция включать экран при получении уведомлений. Я заметил только один недостаток. Это то, что паттерны вибрации всегда одинаковые. Часы на голый Wear OS копировали вибрацию из телефона, что позволяло по одной только вибрации на часах определить, от кого или из какой соцсети пришло уведомление. Не помню, как обстоят дела с картинками в уведомлениях на голый Wear OS. Но у Samsung они почему-то то отображаются, то нет. Закономерностей я не нашел. Возможно, зависит от размера картинки. А вот возможность отвечать на сообщения стала гораздо лучше, чем на Tizen. Ибо голосовой ввод теперь работает через Google. А экранную клавиатуру можно установить любую. Например, Gboard от того же Google. На ней можно достаточно удобно вводить текст непрерывным вводом, несмотря на микроскопический размер. Ну, это на всякий случай, если уж совсем лень тянуться к телефону. Шаблоны с ответами тоже никуда не делись. Можно установить самые часто используемые фразы и отвечать ими, выбирая нужные из списка. В общем-то, стандартная функция для всех умных часов. Вторая по частоте использования в умных часах функция – это управление музыкой. Как и на всех часах с тачскрином вместо кнопок, использовать ее крайне неудобно. Ибо на ощупь это делать просто невозможно. Так что тут разве что название трека смотреть. Я даже купил себе простенький пульт для управления музыкой по блютусу. Банально кладу его в карман. Полезно, когда наушники с кнопками спрятаны под зимней одеждой. Про плату часами мне нечего сказать. Теперь она не работает даже с картами Mir. А всякие Сбер и Мирпэй свои приложения не завезли. Кстати, о приложениях. С ними на VROS все гораздо лучше и удобнее, чем на Тайзен. Многие приложения на телефоне уже содержат в себе компаньона для умных часов. Например, программа для отображения дисконтных карт без каких-либо настроек начинает отображать на часах карты, которые были добавлены на телефоне. Google Maps автоматически показывает маршрут в битве на телефоне. Home Assistant имеет великолепное приложение... А, нет, это... Об этом я в другом видео расскажу. Ну и, конечно же, стоит сказать про неотъемлемую часть умных часов. Это Watch Face. То есть шкурки головного экрана, которые отображают время. Тут на самом деле все не так густо. Подавляющее большинство — это варианты стрелочных часов. На часах Pebble разнообразие было куда шире и креативнее. Но если постараться, то и тут можно найти что-нибудь оригинальное. Тем более, существуют специальные конструкторы Watch Face'ов. Например, Facer. Он позволяет рисовать Watch Face'ы прямо в браузере. И у них есть своя собственная библиотека, где можно найти уже более креативные работы. Я по старинке сразу же решил создать свой милый сердцу Watch Face. Я как-то уже делал Watch Face для часов Pebble в виде классического шинстеричного редактора. Закателось сделать что-то такое же и для Wear OS. Wear OS. Wear OS. Конструкторы использовать не вариант. В данном случае с ними будет только сложнее. К тому же я и хотел добавить как можно больше разных настроек. Поэтому я решил программировать по старинке. В Android Studio на Java. В этом еще одно большое преимущество Wear OS. По сути это Android. И программирование под него очень похоже на программирование под обычный Android для смартфонов. И это одновременно и хорошо, и плохо. В Watch Face программируется достаточно просто. Нам дают объект класса Canvas, на котором нужно периодически рисовать все, что душе угодно. Сначала я хотел взять какой-нибудь консольный шрифт и то порисовать на синем фоне. Но цветной AMOLED-экран позволяет вывести гораздо более красивую картинку. Я запустил новое приложение от Microsoft. Терминал. Это расширение функционала стандартной консоли. И в нем можно включить красивый эффект старого LTE-монитора. Со сканлайнами и размытием. Я решил наделать скриншотов каждой 16-ти личные цифры. И рисовать их в Watch Face, составляя уже любые числа. Но я столкнулся с тем, что из-за размытия соседние цифры отсвечивают друг на друга. И вид прямоугольника каждой цифры зависит от соседней цифры. В итоге я сделал 256 изображений для каждого числа. От 0 до FF. Отдельно для разных цветов. Конечно, я набросал отдельную программу для этого, чтобы не делать все вручную. Костыль тот еще. Но выглядеть в Watch Face стал просто бомбически. В центре отображается время яркими цифрами. Вокруг дата, пульс, шаги и заряд батареи. Иногда сложно вспомнить, где что отображается. Поэтому я сделал так, что по тройному тапу на экране появляется подсказка. Кстати, пульс и заряд батареи получить достаточно просто. А вот с шагами какая-то засада. Есть функция, чтобы получить количество шагов. Но это количество шагов с момента включения часов. Ну, я в общем-то написал код, который запоминает, сколько шагов пройдено на начало суток, чтобы потом это отнять. Но это, конечно, костыль. Ну, наверняка, как-то же можно получить количество пройденных шагов на сегодняшний день, которые отображаются, собственно, в виджетах Самсунга. Но как это сделать, я не понял. Еще надо учить работу часов в спящем режиме, когда рука опущена. В этот момент надо выводить минимум информации на наименее ярком фоне, чтобы не сажать батарею. Я ввожу только часы и минуты цветами типичной консоли. Серые цифры на черном фоне. Но самое сложное внезапно – это сделать меню с настройками. Это просто какой-то кошмар. Ну, впрочем, как и обычно в программировании под Android. Нужно самому создавать адаптер, который будет возвращать вьюшки с элементами меню. Вьюшки эти надо самому дизайнить. Для круглых экранов необходимо еще учесть, что надо вписываться в размеры, уменьшая элементы по краям. Для всего этого надо писать кучу кода. Ну, почему нельзя было предоставить какие-то инструменты для вывода стандартного меню? Мне не нужно рисовать какой-то особый дизайн. Блин, да даже на Pebble, где нужно было программировать на чистом C, меню сделать куда проще. Просто даешь функции на вход названия элементов меню, их свойства, и оно тебе его выводит. В общем, я сделал в итоге кучу настроек. Возможность скрывать или отображать дату, шаги, пульс и заряд батареи. Для всего этого можно выбрать отображение как в десятичной, так и в настоящей шестнадцатеричной системах счисления. Предусмотрен вариант и отображение в шестнадцатеричной системе с переходом на десятичную по этапу на экране. Можно выбрать, какими будут неиспользуемые цифры. Нулями, случайными или случайными со сменой каждую секунду. Можно включать и выключать отображение вертикальных линий, которые являются типичными разделителями в шестнадцатеричных редакторах. Увы, судя по эмулятору, на прямоугольном экране мой Watch Face выглядит куда приятнее. Но производители умных часов почему-то любят круглые экраны. Хотя это совсем не практично. Вот Apple. Они выпускают часы с прямоугольными экранами. И у них вечно копируют какие-то дурацкие фишки, типа челки на телефоне. Но вот скопировать такое полезное свойство, как прямоугольный экран, почему-то никто не решается. Я высказался об этом в Твиттере, и мне один подписчик подкинул идею сделать виньетку по краям экрана. Я так и сделал. И Watch Face стал выглядеть гораздо симпатичнее на круглых часах. Чем-то напоминает круглый кинескоп. Результатом я очень доволен. Я выложил в итоге этот Watch Face в Google Play, чтобы и другие могли его себе установить. И надо сказать, модерация там сейчас стала какой-то адовой. Раньше там никто даже не смотрел, что я выкладываю. А теперь они придираются к каждой мелочи. Причем надо пройти аж два уровня модерации. Общую и для доступности приложения на часах. Ко мне сильно придирались именно из-за того, как подсчитываются шаги. Ведь при первом запуске нам неизвестно, сколько было шагов на начало дня. И отсчет едет с нуля. Но в итоге модерация все-таки пропустила. На гитхаб я исходники тоже выложил. Все ссылки будут в описании. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был Кластер. Пока. А что это в итоге будет-то? Шотолк или гигдейсолк? Я даже не знаю. В процессе решу.